Какими качествами должна владеть девушка, чтобы стать таким человеком, как вы? На самом деле все ответы правильно в нас самих есть. Откуда эта жилка? Вы всегда хотели богатым человеком стать? Мы ездили все на трамвайке, на общественном транспорте. Богемный склад у меня такой был, несмотря на нашу квартиру в 15 квадратных метров. Но если у тебя денег больше, чем у того, кого меньше, то у тебя возможности. В общем, не люди, это активных женщин. Но мама очень меня жестко, конечно, приучала ко всему. Молость у меня очень бурная была. Я пробовала какие-то наркотики, но не все, к сожалению. Как остановились? Ты мне очень помог, ты будешь смеяться, очень помог мне сериал «Район Мелроуз». Я вот прям настолько в этом убедился. Это фантазия. Я считаю, что это какое-то чудо. У меня была очень тяжелая история на старте бизнеса. Эта профессия просто исчезает вообще, знаешь, как животное. Красная книга, значит, красная книга профессии сейчас будет. Совет, совет нашим ребятам, которые на нас подписаны. У нас рождается поколение, и сегодня оно есть, перед ним очень много возможностей. Делать свои первые деньги, делать капитал, делать это правильно. Вы довольны собой? Тем человеком, которым вы являетесь сейчас? Я бы сказала, да. Ну, учитывая то, что у меня всегда такой есть градус определенной беспокойствия или неспокойствия, то у меня всегда это есть, то есть желание самосовершенствоваться постоянно. Поэтому какой-то процентик недовольства собой всегда есть. Но он немножко отрезвляет, правильно настраивают, и точно говорит о том, что ты не пребываешь где-то в состоянии короны, и ничего не вижу, а где-то в реальном мире находишься. То есть, у меня это значительный процент, который нужно еще импровить. А он закончится? Он нет. Я думаю, что он никогда не закончится. Нет предела совершенства. Просто все меняется, мы меняемся, поэтому не факт, что он не станет больше. А вот как раз к этому вопросу, по сути, еще. Вы часто чувствуете, что вы живете на автомате? Такое есть чувство. Да, есть иногда чувство, особенно когда в такие горячие периоды, когда все складывается вместе. То есть, бывает такой перехлёст. Замерно, что проекты разные. Есть и бизнесовые проекты, есть и social impact проекты, которые рядом с этими бизнесовыми проектами существуют. Вот все эти, и те, и другие, и право, и лево, все вместе сходится. В какой-то момент, и ты понимаешь, что просто раб вот этого всего, значит, ответов, e-mail, контактов, ты должен, должен, должен. Я просто не хватаю воздушного пространства, когда ты должен подумать о том, вообще, кому ты что должен. Вот это состояние бывает. Как вы нажимаете? Просто жестко останавливаешь, да. Тогда останавливаюсь, беру какие-то пару часов на следующий день, расчищаю день ближайший, следующий максимально расчищаю, до обеда, как минимум, для того, чтобы можно было просто это всё разгрести для начала, да, упорядочить, и немножко подумать о том, допустим, всё-таки, ну, какие приоритеты, где что сбоит. То есть, почему это состояние маховика, оно тебя захватывает. Это не очень такое, ну, не очень такое приятное ощущение, когда ты себе не принадлежишь. То есть, ну, это есть. Да, вот поэтому вопрос такой. Я вот вас чуть-чуть знаю уже, мы там встретились, там стояли, и я вижу, что у вас нет ни одной свободной минуты. Вот я сейчас задам вопрос, хочу примерно ввести. Вот я 33 свои встретил, у меня 11 марта день рождения, вот было. 33 я встретил в Нью-Йорке. Я гулял сам, сам пробежался. Я очень хорошо помню этот день до сих пор. А вот пару дней назад мне было 34, я встретил в Барселоне с друзьями. И когда ты вот в этом кипише, вот как вы постоянно, ну, там, там прошли, ну, вот я почти не помню, мы были 4 дня, а я не помню этот город. То есть, вы остаетесь вот так в одиночестве, гуляете сами, у вас на это же время нету, но вы это делаете, чтобы почувствовать жизнь? В последнее время я живу, в принципе, отобратно. То есть, если нету ничего, ну, то есть, в этой территории нужного сейчас, вот такого горлового нужного, то есть, я стараюсь время сохранить это и предоставить его максимально себе. Я, кстати, в отличие от многих других, которые там пишут книги и говорят о том, что там никогда там не обедай один или там не завтракай, или там не ужинай еще, то есть, я с большим удовольствием сама могу. То есть, позавтракать, пообедать, да, пообедать. Ну, это то, что мы как минимум делаем с определенной периодичностью раза 3 в день. Я очень люблю, потому что, ну, это мне дает какие-то определенные там мысли, я могу так переживать историю с удовольствием резервировать. А вот когда в последний раз было так, что вы сели и посмотрели фильм художественный? Не по делу в Ютьюбе что-то, а художественный фильм? Да, это было бы прям сегодня вечером. Ну, то есть, не сегодня, а вчера, да, вот, было накануне вечером, и до этого, в последние дни я как раз этим занимаюсь, что смотрю фильмы. Но это не потому, что фестиваль, да, потому что есть какие-то тоже пробелы, которые хочется восполнить, какие-то фильмы, которые кто-то рекомендует посмотреть, но вообще, «Оскарская церемония» была не так давно, и кое-какие фильмы я, к сожалению, не смотрел. Это меня сильно удручало. В прошлом году я смотрел практически все фильмы, которые были номинированы на «Оскар», и проще было предугадать, что будет происходить. Но практически, я скажу, в 90-плюс процентах случаев все угадала всех номинантов на «Оскар». Но мне кажется, это не очень сложно с нашей сошел-импакт-активностью, фестивалей, киноакадемией, The GFDB и все остальное. Но когда ты не смотришь, что ты не имеешь права, значит, ну, то есть, голосовать или делать выборы. Мне хотелось очень. А «Зеленый книг» не посмотрелись? Ну, конечно, да. Посмотрели? Да, да, да. То есть, уже почти, почти все невероятное. Да, это был бы фар сразу, хейдлайнер, смогу рассказать, что вот он возьмет, и он таки взял. Так что, ну… Окей. От чего получаете истинное наслаждение? Истинное, кроме бизнеса своего и образа жизни? Ну, вот от этого я получаю. От того, чтобы просто каждый нужен без ошибки как-то определиться, в чем его миссия, в все его назначения. То есть, моя миссия – это миссионерская деятельность, ну, не с точки зрения религиозной, а какие-то большие проекты, которые несут в себе какую-то, ну, то есть масштаб и значимость. От них я получаю большое удовольствие. Тоже важно, что эти проекты, именно то, что мне хочется делать, они реализуются в том направлении, которое мне нравится. Это вот ключевое здесь. Потому что, что сейчас там часто на поверхности и рядом с нами, желание просто обозначиться каким-то образом, да, то есть за что-то зацепиться, где-то выстрелить. В чем я даже, ну, то есть, даже взять там список наш Forbes, да, там есть тоже ряд ярких персонажей, которые, собственно, закрепились в чем-то, да, а в чем им на самом деле неинтересно. Я не говорю про бизнес, я говорю про social impact и же с ними активности. И это очень чувствуется. Когда ты знаешь людей лично, когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что это не твое, это не его или не ее. Это неискренне, нечестно. И это не вызывает вот того, ау, вау там эффекта, вот, собственно, истинного до эффекта этой миссионерской деятельности. Это неприятно. Поэтому приятно то, что люди хотят сейчас это делать. Сейчас наблюдается очень высокий градус желания отдавать, ну, то есть, в всяких этих миссионерских там активностях, в социальных проектах, в образовательных, там, здравоохранениях, ну, неймит, в общем, очень много, вся эта линейка, понятно, там, где мы не зарабатываем, а инвестируем. Но очень важно даже в этом, вернее, и в этом исключительно важно, то есть, выбрать те проекты или то направление, в котором тебе комфортно. Или у тебя болит по этому направлению, или там есть какая-то история, или, ну, каждый знает свой ответ. И самое интересное, что каждый может с собой быть предельно честным, и ответить очень четко и честно на вопрос, допустим, чем я хочу, каким соушал там импакт я хочу заниматься. Просто важно тут не поторопиться, а в самом деле сделать. В моем случае, да, все по-честному. То есть, мне очень нравилось кино всегда, такое необычное, оно мне дровило. То есть, да, то есть, есть кино, которое там кислое, неинтересно, то есть, ты смотришь, у тебя никакого вау-эффекта нет, эмоций нет, ни слез, ни соплей, никаких там эффектов этого катарсиса, ничего не происходит. Есть фильмы, которые заставляют тебя, ну, то есть, вот просто там смеяться, дуржать, или плакать, рыдать, или потом звонить там десятку своих знакомых и рассказывать о том, что ты пережил вот нечто, да, то есть, какой-то экспириенс ничем не сравнимый. Ну, вот поэтому кино, то есть, в моем случае, это кино, в моем случае, это образование, потому что сильно меня, сильно меня беспокоило с детства тоже. Ну, то есть, система нашего образования, она меня с детства очень сильно подкосила, вот несмотря на то, что я отличился там по всем школам, институтам, университетам, но со школы еще помню этот эффект болезненный, когда там ты сидишь на уроке, ничего не понимаешь, но нужно, как все потом выходить, там, отвечать какую-то тему, делать домашнее задание. Но спустя там 30 лет ты понимаешь, в чем причина, но сейчас мы уже понимаем лучше, но дети, которые были там смарт или гиперсмарт, которые просто причисляли в раздел там не очень даунов и так далее, ну, примеров очень много, не только из сегодняшнего, но и тех гениев, которые, собственно, сейчас украшают там доску по счету гениальных личностей, Everlived, с ними тоже были разные такие небезызвестные случаи, ситуации, собственно, про одно и то же, да, то есть насколько сегодняшнее образование не в состоянии это распознавать, поэтому хотелось сделать что-то еще в образовании, потому что, да, это сильно ломает, то есть это сильно ломает как раз те, как сказать, то есть тот такой тонкий хрупкий возраст, начиная там даже, ну, трех лет, наверное, уже, можно говорить, но вот шесть-семь лет когда-то стартуешь школу, в этом у нас очень важно, как это все происходит. Наша школа, кстати, не приспособлена даже для идентификации, допустим, проблемы или задач, скажем так, на уровне садисской психики. Да, ну, это было бы оптимально еще садис трех лет. В Америке все же в игровой форме, это очень, как бы, очень крутая штука. Там даже, да, верно, там просто достаточно хорошо знакомы с этими проблемами, там дефицит внимания, иди-иди, 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 и все остальное, там на очень ранних стадиях, причем в обычных средних школах идентифицируют проблему или задачу. Причем эта проблема все больше и больше, тоже становится не проблемой, а атрибутом уже ДНК молодого поколения. С ней просто нужно научиться там жить и работать, потому что все, в принципе, сейчас очень сильно поменялось, очень сильно поменялось. Дети наши пострадавшие в этом отношении, то есть следующее поколение еще более пострадавшее, мы быстро не перестроим сейчас систему образования, и то, как мы с этим живем, могут быть на самом деле серьезные реальные проблемы. То есть мы подмена понятий, мы называем вещами, болезнями или чем-то, то, чем этим не является. Позитивные тенденции есть все равно, уже другая молодежь. Я вот сейчас начал, я всегда дружил со старшими ребятами, а сейчас начал более там, ну я сейчас сделал два бизнеса маленьких с парнями, которым по 20 лет, я просто балдею от этого вообще реально. Ну правда им не хватает немножко дисциплины, но я кайфую от того, как они это все там проговаривают, делают и по-новому. Ну это такой, вопрос еще по удовольствию, один заключающий. Любимый фильм «Однажды в Америке»? Это хороший фильм, этот фильм, который я пересматривала несколько раз, я говорила, да. Но таких фильмов тоже. Ну топ-топ-топ-топ-два или топ-топ? Нет, я бы вот не стала бы это делать, потому что этот фильм, кстати, «Однажды в Америке», это просто я вспомнила, потому что я его пересматривала несколько раз. Это как в детстве мы пересматриваем там что-то много раз, да, фильмы, которые по телевизору крутились, мы их много раз пересматривали, поэтому список этот достаточно большой, может быть, но он вынужденный. Молодым ребятам он не очень актуальный, мне кажется, уже нет? Ну я бы не сказала, я бы даже молодым ребятам больше посоветовала, наверное, пройтись по мастодонтам индустрии, то есть просто взять там топ-10, там топ-10, ну даже не честно говоря, топ-20, да, и начать смотреть. Потому что это настолько вопрос личного вкуса, что советовать кому-то «посмотри Бергмана», «посмотри Феллини», или «посмотри Джармуша», или «посмотри Линча», или там дальше, там, Дарденов, или Аки Курасмяки, или что-то такое, то это нечестно было бы, потому что мне, например, там нравится что-то у Бергмана, да, что-то у Феллини, там что-то у всех этих перечисленных авторов что-то не нравится, и тут лучше не навязывать какие-то там стампы и стандарты, то есть я рекомендую пересмотреть максимально классику, причем если ты 30 минут, 40 минут смотришь картину, и тебя там не драйвит, она, то есть у тебя нет желания, допустим, ты не в материале, ты должен выключить и включить новое, то есть просто вот это мой совет, я всегда так смотрю. На терпение и меньше посмотреть однажды в Америке. По теме детей образования, как такой богатый человек и занятый, как вы воспитывает своих детей? Ну, как очень многие другие родители, которые воспитывают детей, дают их в хорошей школе, конечно, стараются, ну, то есть выбрать максимально лучшую школу, в нашем случае это PSI, на школах, где учатся двое младших детей, но кроме нас там учатся дети, скажем так, родители из интернешнл комьюнити, которые работают в посольствах, в компаниях, причем это не владельцы компании, там даже не топ-менеджеры, а рядовые сотрудники, то есть там абсолютно нормальный микс детей с разным достатком. Им же нравится в этой школе, там дети не чувствуют себя причастным к какой-то там семье или к посольскому сотруднику, то есть этого там не чувствуется, там это сильно пресекается и контролируется, и прививаются правильные ценности, с которыми нельзя как бы не согласиться. Поэтому это был правильный выбор, именно поэтому, потому что там очень четко это соблюдается, в отличие от наших достаточно элитных украинских школ, где с этим, собственно, сложно или сложнее, наверное, бороться или работать, скажем так. Вот, поэтому, конечно, желание родителей лучшая школа, естественно, и, конечно, желание западное образование, потому что, как ни крути, все-таки уровень нашего украинского образования очень сильно отличается от того, что мы имеем на Западе. То есть я имела небольшой опыт, но имела опыт учебы за границей, причем не в лучшем ВУЗе, это хороший ВУЗ, но это далеко не в лучшем ВУЗе, училась в Вене по обмену, в Гаупт-Университет Вин и в Вишерс-Университет Вин после института. Разница была, то есть контраст был просто, ну, то есть уникальным от материалов, от подачи, от скорости, от того, допустим, как преподаватели несли материал, насколько интересно хотелось идти на человека, ну, кроме человеку еще прилагалось, как говорится, ну, то есть правильное, правильное, новое, интересное, достаточно интерактивные материалы, правильная постановка мотивации, регулярные экзамены, срезы, то есть обратное верление, то, что ты понял, это в таком, значит, в обычном ВУЗе, это не топовые там ВУЗы, и не дай бог не какое-то там Айвилик или чего-то. Там была возможность через Айсик поехать, поучиться в Америке, но там так, куда тебя распределили, туда распределили, там, сдавали Джимея, Тойфл, и все, иже с ними прилагающиеся тесты, собеседования и анкеты заполняли. Так получилось, что досталось там ВУЗ в Луизиане, и оно не поехало, потому что у меня был план, то есть если туда-туда-туда-туда, я уже сказала, какие города, это Нью-Йорк, там Бостон, Сан-Франциско, я бы с удовольствием поехала, или Лос-Анджелес, ну, вот эти вот города, а если нет, то не поеду, я, в общем, не поехала. Короче, видимо, попала в черные списки, потому что отказалась, нет, вообще не жалею, не жалею, потому что не поехала и стала заниматься своим бизнесом. По сути, еще интересный факт, потому что, по сути, первая моя работа была работа в USAID, она была недолгой, очень, все очень недолго там задержалась, при американском посольстве, это экономическая миссия, United States Agency for International Development, недолго там задержалась, была я на позиции финансового аналитика, в общем, очень хорошо оплачиваемая позиция, была там где-то за 800 долларов платили в то время, это год был 95-96, да, вот в тот период это была очень крутая зарплата, доплачивали еще за знанием языков, у меня немецкий был и французский на тот момент, уже поэтому они, им, конечно, не особо не нужны были, но это было статусно, так, то есть это было за это шла доплата за дополнительные языки, когда я написала заявление, что я хочу уходить, ну, пора, пора, уже там собрал целое совещание, по-моему, он, кого только не было, весь топ-менеджмент там USAID, собрался, они были понять вообще, как можно с такой зарплатой, вообще, пролезть в этот USAID, невозможно, в общем, я сама, никаких толкачей там не было, ни знакомых, никого, там была, конечно, отличница, и плюс вот это вот все, наверное, помогло, они говорят, что случилось, в чем проблема, я говорю, ну, мне у вас скучно, я свою работу за 2-3 часа делаю, потом вообще, это безделье сплошно, мне как-то неудобно заниматься своими делами, там, сидя в офисе USAID, там, вообще, за что платят американские налогоплательщики, короче, пойду, наверное, своим бизнесом заниматься, говорю, вы же уважаете вообще, ну, частное предпринимательство, все, что отпускаете, они, ну, там, частный бизнес, ну, иди с Богом, ну, нормально было объяснение, потом я им сообщила, что я, там, у меня компания своя, там, в индустрии, все хорошо, там, зарегистрировали, работая, в общем, отпустили меня, но могла бы сидеть там, конечно, там, годами на такой зарплате, там, рост предполагался, не, ну, тогда нету развития, да, да. Про детей. Серьезные разговоры с детьми есть? Они задают вам серьезные вопросы? Секс, рай, ад, вот такие всякие вещи. Вот я с детьми практикую только серьезные разговоры. Вообще, кстати, есть фильмов, ты вот спрашивал, какой фильм посоветовать, мне еще раз там, тоже советуем, что я смотрю там, ну, от сотни до трех с лишним сотен фильмов в год, это, ну, то есть, средний, средний такой масштаб. Ну, вечерами нормально, вечерком, ну, скажем так, после того, как дети укладываются спать, это 10-10-30, я смотрю фильм, это не каждый день происходит, не каждый день, конечно, бывает, не когда нужно смотреть больше фильмов, выходные дни бывает, бывает, когда, ну, то есть, периоды, когда еще больше фильмов, да, бывает передоз по фильмам, конечно, то есть, были случаи, когда это было там 350+, но это сложно, то есть, не все фильмы я до конца, честно скажу, досматривала, то есть, за не все час-полтора-два времени просмотром, тем не менее, впечатление имеешь полное, поэтому для меня кино это больше уже там уровень там реструктурированного ДНК, когда ты, ну, то есть, совершенно по-другому, просто ощущаешь контент, эмоцию, которая оттуда идет, запоминаешь на уровне эмоций, не запоминаешь, допустим, какие-то другие там вещи, факты, это все уходит, остается только ощущение. А вы хотели казаться в кино, к этому вопросу? Хотели? Нет, вот желание такого никогда у меня не было. Да нет, вообще, ну, то есть, не было и нет, если было, я бы уже снялась, ну, это же, понятно, не потому что фестивали, просто и до фестиваля, то есть, если бы мне было желание сниматься, естественно, снималась бы и побежала по этой карьере. В связи со своим новым занятием я понял, что это адский труд, перехотел, я хотел сниматься в кино как в детстве, ну, это вообще ужасно. Это сложно, да я никогда не пробовала, но я представляю этот ужас, потому что я реально, когда начал снимать канал, завел себя, я сразу вспомнил фильм «Выживший», да, Сленардо Ди Каприо, как это называется, обалдеть, я просто сочувствую этому человеку и хочу ему памятник поставить, это невероятный. Почитаю материалы, как он снимался, это очень интересно. Вот, возвращаясь к вопросу по фильму, то есть, понимая, сколько фильмов я смотрела. Один фильм все-таки хочу порекомендовать, то есть, фильм, с которым поменялось мое общение, настроение общения с детьми, это «Мистер Фантастик». То есть, я пересмотрела еще раз этот фильм, пересмотрела его буквально вот год тому назад, и то ощущение, как правильно разговаривать по-взрослому, на взрослые, там, закрытые, открытые. Если у меня сейчас нет закрытых тем детьми, нет абсолютно никаких. То есть, мы обсуждаем все темы абсолютно без стопов, без табу, абсолютно четко. То есть, причем я отвечаю не вот так вот, а мне принесли там где-то в пеленке или еще там что-то произошло, а очень четко, допустим, как есть. Сначала, я помню, первый период был где-то, значит, такой, ну, шок культурный, ну, это было, ну, то есть, странно, потому что все-таки есть какие-то даже внутренние табу, сформированные коллективом, школой, там, у меня старше, там, в Англии учиться, там тоже определенные свои порядки есть. И это было сложно для всех, да, но было очень легко для меня. То есть, наконец-то я была в своей, вот своей, это моя территория, да, то есть, когда говоришь четко, быстро, достаточно transparent о сложных вещах, всегда проще. Во-первых, это занимает меньше времени, вот он потом мне нужно пересказывать эти истории, рассказывать, что тот рассказ был не тот, это была там статистическая неточность, умноженная, там, на восприятие общества, там, тех или других тем, все очень прощается сразу. Во-первых, дети взрослеют, открытие контакт, дети достаточно умные, то есть, нам кажется, что наши дети, там, по столу сидя в 5-6 лет ничего не понимают, что мы за столом обсуждаем. Я себя помню, в 5 лет все понимал, мне было смешно, что меня не воспринимали, как, точно, такой мощный мыслящий организм, который понимает вообще все вот эти вот телодвижения, там, кто, кому, кто, допустим, у кого, какие отношения, у меня все было в этом, все понятно, было смешно, это удивляло, тоже иногда полезно возвращаться, там, в свою историю, вспоминать, как ты, ну, то есть, помнишь себя, когда ты маленький был, да, и, соответственно, еще более на другом уровне воспринимать детей, они все равно другие, то есть, они уже круче, они круче, у них совершенно другое средство. А вы верующий человек? Скажем так, то есть, я верю в разум, ну, то есть, верю в энергию, верю в то, что что-то есть, что укроподить имя себе процессами, которые мы, к сожалению, не понимаем, то есть, я бы это не сводила, допустим, в состояние того, есть ли там Бог один, Бог два, там, какие религии, у всех там разные какие-то истории, но в них во всех есть некто, допустим, кто-нибудь все-таки, это правильный протокол ценностей, который был понятен на тот период времени, я точно верю, что есть некая энергия, которая управляет этими большими процессами, я верю в том, что, допустим, то, что мы сейчас видим, то, что нам, видимо, это достаточно микробная часть того, чего мы не видим, да, то есть, я в это очень верю, вот поэтому таким же образом, я говорю с детьми, то есть, ну, института, там, церковь и так далее, мне это все, ну, то есть, непонятно, я это, ну, то есть, достаточно, скажем так… Институт или бизнес? Да, институт, как бизнес, да, то есть, мне он непонятен, в принципе, но я понимаю, что какой-то перед времени он нужен, был даже со всеми его проблемами, со всей страшной коррупцией, со всеми, всеми понятными нам историческими явлениями, связанными с религией, вообще, как это все в армии, не только на наших территориях, но и на других континентах, там во всех религиях были свои определенные нюансы, но сегодня просто с детьми нужно говорить, наверное, вот так, как ты чувствуешь. А в карму верите? Верю, что можно менять, вот, верю в том, что что-то есть, да, но верю в то, что абсолютно точно можно это менять, то есть, мне близко больше раз и понимание того, что так же, как меняется ДНК, вот так, как влиять на свою структуру, так же можно, соответственно, и влиять на свою карму, потому что, в принципе, у нас спред очень большой, у каждого есть низкие, ну, то есть, какие-то характеристики, связанные там с демом, местом рождения, там астрологические какие-то вещи, которые можно усилить новым восприятием, допустим, новой реальности, энергетической какой-то, поэтому есть нижние пределы, есть высшие. Высшие пределы можно растягивать бесконечно, поэтому я точно не хочу ни себя, ни кого-то ограничивать, там, у тебя такая карма какая-то, да, то есть, она вот такая-такая, вот, я уверен, что нужно на все это абсолютно точно влиять, можно менять, растягивать, расширять и менять. Какой грех считаете самым большим после больших грехов, после убийства и всего остального, вот какой грех считаете самым большим? Если жесткую категорию, все жесткую категорию забываем, самообман, ну, то есть, какие-то самые иллюзии, то есть, люди, которые все-таки живут, создают себе, ну, то есть, иллюзию того, чего нет на самом деле или кем они не являются, то есть, очень важно не грешить и не быть нечестным с собой, то есть, мне кажется, это, потому что все проблемы начинаются от того, что мы не уделяем достаточно вот этого времени, про которое ты говорил, это очень важно, то есть, времени побыть с собой, на самом деле, то есть, разобраться вообще, кто я, да, что я люблю, чего я хочу, да, что мне комфортно. Простым, там, математическим или бизнесовым языком, говоря, то есть, делать просто свой личный свод анализ, то есть, когда ты справа напиши, допустим, почему да, нам слева почему нет или почему нравится или не нравится. Почитал все минусы, да. Да, еще отсюда, там, очень много других, там, последовательных ошибок, которые мы делаем, то есть, все равно, как ты идешь в магазин, ты хочешь купить какую-то вещь, да, ну, то есть, можно себя вспомнить. Когда нам очень что-то нравится, мы ни с кем не советуемся. Когда мы в чем-то начинаем сомневаться, мы сразу там звоним, гостим, что-то отправляем, это очень такой смешной момент, но этот момент можно экстраполировать все на всю нашу жизнь, то есть, на самом деле, все ответы правильно в нас самих есть, то есть, ну, просто важно вот это время, этот какой-то временной вакуум посвятить себе, поговорить сам с собой, там, или сама с собой, а сам с собой, пока самый умный человек для тебя, ну, то есть, ты сам, потому что ты не соврешь, ты знаешь все свои, там, плюсы и минусы по-честному, да, вещи, которые, то есть, мы хотим, реально мы есть, а не кажемся. И поэтому честные разговоры, самые честные ответы у нас есть, мы просто почему-то об этом не думаем и не пытаемся пользоваться той энциклоптической базой данных, которая содержится в каждом из нас, то есть, все ответы есть. Вы интуителю математика? Я бы сказала так, 50-50, да, все-таки, потому что математики очень специфические, то есть, у меня математика на уровне интуиции, почему это, я объясню. Надеюсь, что я тоже занимала там разные места на разных олимпиадах, причем там это была и химия, и физика, и математика, и, ну, не говорю про гуманитарные науки. Мне всегда было очень странно, что если я побеждаю в этих олимпиадах, что, знаете, ребята, которые сидят там. Я тебя никогда не считала классным математиком и не считался человеком, который, ну, то есть, силен в точных науках. Мне достаточно сложно давалось, потому что у меня есть вот этот вот дефицит внимания, то есть, я очень сильно отвлекаюсь, но когда там нужно что-то выводить, какие-то формулы, то есть, интуитивно я прихожу к правильному решению. Поэтому для себя я вывела свою формулу, у меня, наверное, 50 на 50. Также в вечерном нашем бизнесе это то же самое. То есть, та тема, которая мне очень сильно помогает, когда 50% есть интуиции, психологии и другим вдруг, вот это бэка, когда ты анализируешь там по сотням тысяч мельчайших там параметров принятия решения, ну, снимаешь психосоматику, то есть, много разных вещей, стругая часть это science, когда ты анализируешь цифры. Вы мечтаете или мечтали в юности часто? Были таким мечтателем? Вы кто по гороскопу? Я лев. Лев. Да, насчет мечты, да, у меня очень интересно, есть у меня это, наверное, больше не как мечты, а как, например, целеполагание все-таки. То есть, вот такие вот мечты, которые где-то там, ну, очень оторванные от реальности, это вообще не моя территория абсолютно. Вот тут вопрос, да, вопрос к тому, у вас была в юности или в детстве глупая мечта? Нет. Вот, например, я с Руднивая шел, она говорит, я хотела полицайского с Нью-Йорка, выйти замуж за полицайского с Нью-Йорка, а потом думала, как я могла про такое мечтать? Ну, вот такое было. Ну, еще это тоже нормально, таких не было, правда. Видимо, у меня очень как-то, ну, заточка на какие-то реалистичные прогнозы, но то, что они были очень высокие, это правда. Потому что хотелось сразу каких-то больших масштабов очень. Да. Но мои мечты все-таки, они больше были как-то привязаны к целям. Пусть даже, тогда мне казалось, что они такие мало достижимы или вероятны, но это не оторванные какие-то мечты, не знаю, еще. Я даже об этом сожалею, но у меня этого не было. То есть, каких-то глупых или таких прикольных или странной такой мечты о чем-то не было. А откуда эта жилка? Вы всегда хотели богатым человеком стать? 100%. То есть, комфорт и состояние, но вообще отсутствие денег мне очень сильно. Это от страха бедноты было или от какого? От чего это еще? Страха этого у меня не было никогда. То есть, к счастью, там я вообще один ребенок в семье, мы жили достаточно с нормальным достатком. Ну да, папа. Я слышал уже про трамвай, рассказывали, на которых не хотели ездить. Да, да, ну трамвай мы все с вами ездили, боже мой, на трамвай. А кто ездил, кто нам же никто не ездил. ЦК только ездила на машинах, мы ездили все на трамвайке на общественном транспорте. Тогда это была норма. В мое время это абсолютная норма. То есть, на машинах ездили уже не заработавшие или забарыжнищившие, где-то чуть или там это признак был админки какой-то. Ну то есть, поэтому все мы ездили так. Ну вопрос даже не в этом. Просто желание иметь этот энергетический ресурс, ну под названием деньги, который позволяет тебе решать вопросы, которые, ну то есть, тебе хочется. И допустим, двигать процесс. У меня это была вот такая вот связь. То есть, мне не то что казалось, наверное, это так и есть на самом деле, что деньги это энергия, которая еще нужна внимательно и с уважением относиться, которая позволяет мне решать все вот мои задачи, которые... На тот момент у меня были одни задачи. Да, допустим, ездить там на такси, мне хотелось купить машину, нужно вырваться просто вот из медленной скорости и перемещения какого-то. То есть, какие-то простые вещи были. И дальше, допустим, хотелось там двигаться, там что-то делать свое всегда хотелось. Потому что мой опыт, несколько работ у меня было, где я, когда я студентка еще была, там совсем студенткой, у меня были помимо своих бизнесов еще несколько опыт работы с другими компаниями. Да, то есть, ну и ты понимаешь, что это как пожениться, в моем случае. То есть, я могла работать только с тем руководителем, которого ну очень глубоко уважаю. То есть, практически такой персонаж идеальный. Должен был быть очень там, ну, какой-то киберчеловек. Это он или она не имеет значения. Который там, ну то есть, работает, генерит постоянно, у которого это в мегаактивности, результативной активности. Плюс, который еще там в соучал что-то делает. Плюс там модные, интересные, правильные люди с хорошим лайфстайлом. В общем, у меня очень много «но» было. И найти мне руководителя себе, ну то есть, по калибру было достаточно сложно. И когда ты видишь все вот эти вот моменты, мне зачастую очень мешало воспринимать себя, ну то есть, в траектории этого руководителя, да, который был для меня не идеален. Поэтому осталась одна задача из себя делать, этого идеального руководителя для себя. И это очень сложно, на самом деле. А вы идеально руководите? Ой, нет, боже мой, конечно нет. Я же складываю. У меня еще всегда какой-то большой процент, с чем я работаю. У меня столько есть моментов, которые нужно там докручивать, дорабатывать по всему. То есть, по построению бизнесов, по управлению операционному, допустим, по работе с командами. Но то, что мне чей-то совет о том, как я работаю, не нужно на сто процентов. Потому что я настолько критичный, ужасно критичный человек. То есть, меня вообще ни одна критика не удивит. Потому что она, по сравнению с моей критикой, это один, например, к ста. Ну то есть, как минимум. Я настолько к себе критичный человек. Я знаю все свои, абсолютно каждый минус. На любом моменте, где был прокол какой-то, я сразу с этим работаю. Я потом вечерком всегда все записываю какие-то вещи. Пытаюсь проговаривать. И думаю, допустим, как это все перекрутить. Следующего тоже полезный совет. То есть, вечером прокатывать картинку дня. У меня есть такая заметочка неприятная, куда записывать какие-то факапы свои. Вот я вечером к этому возвращаюсь спокойно. Вы с собой знакомитесь прям каждый день вообще? Практически, да. Ну, бывает, конечно, искусения, когда попутки. Был момент в жизни, когда записываю очень жестко с собой познакомились. Или такого не было, потому что вы прорабатывали. Я прорабатываю постоянно. С молодостью? Да. Ну, до, где-то лет 15-20 назад были очень жесткие моменты, конечно, потому что я была на стадии саморазвития и AB-тестинг. Встановление, да. Да, сейчас я себя очень хорошо знаю уже. И поэтому есть вещи, есть вещи, и немало вещей, с которыми нужно работать. И просто тут опять-таки тот же совет, что надо быть с собой предельно честным. Хорошо, чем прорабатывать каждый день. Если там не получается, как минимум вести вот эти записки, которые я себе веду. Какие-то вещи, которые где-то я стратила для себя. Я потом продумываю. И это очень помогает. Может, даже, кстати, не всегда с первого раза. Иногда даже не с десятого раза. Да, конечно. Ну, это работает. Это тоже работает. Вообще, все, что ты нанесешь на бумагу, все работает. Я вот прямо настолько в этом убедился. Это фанта... Я считаю, что это какое-то чудо. Ну, реально, это как какой-то Аладдин, там непонятно откуда выходит. Еще один вопрос с юности. Фразы родителей были, которые вам помогли, или которые вопреки, или которые мешают. Ну, например, как часто нам всем говорили, будешь там хвосты крутить, это делать, ты там это не умеешь. Или ваши родители все-таки осознанно к вам походили и говорили, Вика, у тебя все получится, ты принцесса, будешь моя, там номер один леди. Вот есть фразы, которые прям вас толкнули наверх, или которым вы вопреки пошли? На зло родителям. Так, ну, вот таких вот фраз не было. Точно, я знаю, чем ты говоришь, потому что у многих у моих знакомых были какие-то интересные такие... Ну, мы все вросли в советское время. Да, интересные такие фишечки от родителей, которые как-то запомнились, и потом на них кружится там какая-то... Ну, то есть... Вся жизнь кружится. Да, что-то у кого-то с этим связано, и кружится с этим. У меня такого не было, но были вещи, которым очень жестко меня родители приучали. Например, учитывая, что я Алиев, там богемный склад у меня такой был, несмотря на нашу 15 квадрат... Квартиру в 15 квадратных метров, то есть это у меня всегда было желание, да, мы трава рядом. То есть мне всегда хотелось... Гороскоп-то никуда не заберешь, откуда не денешь, да. Вот карма, которую можно там расширять, она, конечно, где-то есть, но в 15 квадратных метрах она в тот период очень слабо реализовывалась, но хотела всегда... Ну, то есть ртути-бархат, это было, конечно. Вот, но тем не менее, то есть меня очень жестко приучали к порядку, потому что, то есть и там и знак мой, и вообще, ну, то есть натура такая, она предполагает ленность, ленность такую. Ну, то есть, но мама очень меня жестко, конечно, приучала ко всему, поэтому у меня до сих пор это, видимо, уже пожизненно будет. То есть, если я подойду в командировку, еду я часто очень. То есть я с вечера собираюсь, не с утра, да, я собираюсь всегда с вечера. Я пишу в список, начинается все со списка, потом, допустим, это материализует. Со список я начинаю писать не в последний день, а за несколько дней, потому что, причем, даже короткую командировку, что-то-то забудешь. Списком же у меня несколько список на чемодан и список, допустим, с кем не забыть назначить встречу. У меня же несколько списков есть. Но мама второму списку не учила, это уже работа напрягла. Вот, и когда я приезжаю из командировки, неважно во сколько я прилетела, там, ночью, утром, вечером, неважно, я всегда раскладываю чемодан, то есть все-все-все сразу раскладываю, и поэтому у меня потом уже это эликсир спокойствия наступает. Вот мы можем сказать, что это помогает, реально помогает. Поэтому маме было очень тяжело со мной, я помню, начиналось просто, простые примеры, то есть с уборки, да, думаю, у нас у каждого были свои обязанности. Семья была небольшая, там, я, папа и мама, у каждого было свое обязанное. На мне была стирка, пыль и определенная влажная уборка, скажем так, в определенные дни. Короче, и началось все с того, что, ну, я сначала там уже убирала влажно, не подымая стульчики, да, но я помню страшные итерации, которые исходили от мамы, то есть последствия найденных каких-то окруженных водичкой там этих ножек, и что было? Я перемывала буквально, ну, всю квартиру, заново, если она находила хоть одну там приподнятую ножку, где был след от пыли. Я всегда хотел узнать, как это идеально попылесосить, как это попылесосить идеально, я всегда хотел узнать. Потому что даже с третьего раза так не получалось. Это было поднимать все ножки, но мама знает, как пылесосить. У меня очень, очень жесткая мама, поэтому, в общем, смысл такой, что детей все-таки нужно каким-то стандартам порядка, приучая к самостоятельности, к порядку, поэтому, несмотря, там, у тебя больше достатка или меньше, у нас в этом плане все жестко, то есть, ну, вышел, зашел, за собой все разложил, постирал, там, есть все эти стандарты, все постараюсь прививать, благодаря опыту моей мамы. Это супер, это очень важно. А вот еще по детям вопрос один, ритуалы есть у вас в семье какие-то? Жестко там 1 марта или 1 января вы должны быть там, поехать туда. Да, 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 это у нас есть, но не ритуал, у нас приятные такие, приятные опции, да, которые уже перешли, там, стандарты. Если вы путешествуете, берете автомобиль, да. Путешествуем у нас обязательно, как минимум, два раза в год, то есть, какая-то неделя, реже, меньше, плюс-минус неделя, то есть, мы берем, выезжаем в какую-то страну, даже может быть далекая страна, последний раз мы в Коста-Рику ездили, съездили полностью всю страну на автомобиле, с гидом было очень классно, едем и в таком замкнутом пространстве, в какой-то новой географии, как Discovery Travel, происходят очень интересные такие вибрации, разговоры, да, ты понимаешь немножко по-другому друг к другу. Скажу честно, то есть, вот этих двух, у кого-то может быть больше или даже одной итерации в год достаточно для того, чтобы получить то, что мы недополучаем в ежедневной спешке. Помимо этого, всегда традиции были уже много лет, они у нас, у нас там по воскресеньям блинчики, например, да. Вот, вот я за такое спрашиваю, да, там игры, может какие-то да, это меньше, я читаю сказку всегда детям на ночь, но сейчас немножко взрослеет, там дочка, больше разговора, то есть, сказка у нас пришла плавно вечерний разговор, это, ну, практически каждый день это у нас происходит, с младшим сказка еще железно, ну, то есть, мы уже более такие продвинутые сказки выбираем 10 лет, я думаю, последний год-два еще сказка, потом тоже уже трансформируемся в разговор. Да, но это очень важно, то есть, те 20-30 минут перед сном с детьми, они имеют очень большое значение, или в течение дня. Вот, это из традиционных таких моментов, наверное, все, и плюс у нас есть спортивные развлекаловки, например, то есть, я с сыном часто хожу на футбольное поле, то есть, он мне специально сам покупает бутсы, у нас с ним футбольные террасы, он меня учит играть в футбол, он кайфует от этого, в нем там есть прожденный тренер, поэтому я его жертва, но я стараюсь очень сильно, у меня не всегда получается бить эти угловые, но я стараюсь, вот, потом мы, у нас батуты есть дома, то есть, мы давно их купили, и мы очень любим, там, разные эти его штуки тренировать, почему, какие-то спортивные штуки, мы каждый год какие-то, ну, то есть, запускаем, там, сделали там баскетбольную площадочку, небольшую играем теперь в баскетбол с хорошей, там, правильной музыкой, как люди в американских фильмах это делают, да, то есть, теперь мы это делаем, тоже получаем кайф. Скажите, у вас была в жизни война, вот с кем-то вы воевали за что-то, там, например, пять лет судили за что-то, или, там, в жестком стиле, вы, в общем, мстите людям? У меня Бог миловал, кстати, но, то есть, да, Бог миловал, еще потому, что у меня мало было партнеров, то есть, партнерские отношения у меня практически не было, то есть, у меня были, я сама строила бизнесы, у меня, поэтому разборок с партнерами не было, ну, априори, да, вот, и партнерские отношения, там, с контрагентами, конечно, были, то есть, я тоже все время работала в международном формате, уже говорила, рассказывала до этого, то есть, была итальянская компания, потом была, там, Матуро-Севература, потом была Испа-Конкретин компания, очень крутая, там, концерт Дайкер-Хоф, ну, то есть, какие там войны, то есть, я была представителем, единственной в стране, то есть, и полный был зеленый свет для всего, он все был сам себе генерал. Сейчас же в фонде много партнеров? Керхер, дальше была очень крутая компания, это несколько миллиардов компаний, это длинная история была, тоже с супер стандартами компании, которые очень много научил, то есть, в моей истории были, в основном, иностранная компания, то есть, вплоть до момента, вплоть до момента, когда прошла трансформация, переход в digital, так называемый, и здесь партнеры есть, но тут другие отношения, то есть, я все-таки была фаундинг-партнер, которая изначально создала 10 лет им занимался, только в последние два года присоединился один партнер, сейчас, допустим, будет еще один и еще один, вот таким вот образом, ну, то есть, в принципе, это тоже было своего рода ванменшоу изначально, так что, у меня, наверное, больше опыта, ну, то есть, какого-то индивидуального толкача, но когда компания развивается до определенного уровня, необходимость в партнерах или в сильном топ-менеджменте, она все-таки есть, в чем необязательно, то есть, многие говорят, что мне нужен партнер, это тоже часто заблуждение, тоже заблуждение, у меня тоже оно было на каком-то первом этапе, сказать, что война была, но у меня была очень тяжелая история на старте бизнеса, это первая регистрация первой компании, когда я собиралась с одним там крутым челом из Подольского района, мне что-то казалось, что мне должен был этот админ вот в компании, тогда у нас значит все полетит, потому что там тема была там строительство, поставки какие-то, нужно было вот эти вот правильные door opener, да, то есть те, кто помогает открывать двери, был такой человек, да, очень взрослый такой, практически уже пенсионного возраста, там известный такой товарищ был, я как-то его заморочила, давай со мной делать компанию, там я там все буду работать, ты только будешь там давать правильные наводки, значит, как, куда, ну то есть делать, алё, алё, звонок, и тут последний момент, значит, он раз и передумал, он взрослый, ему не до этого уже было, у него все нормально было, он говорит, слушай, ну не буду я регистрируй, не хочу еще ни одну компанию, он тебе просто так сказал, что он не будет, уже все было готово, а для меня это была трагедия просто, для меня, то есть мир разрушился, то есть у меня был этот door opener, то есть уже вообще все было там, все в завязках, и тут в общем все, все пропало. Я, кстати, очень тяжело переживала эту ситуацию, вот это единственная такая эмоциональная стрессовая ситуация, тяжелая, которая у меня была за весь период, связанная с работой, с бизнесом, вот, и мне очень помог, ты будешь смеяться, очень помог мне сериал район Мелроуз, да, он начал идти, у нас это было черт знает когда вообще, я его смотрела почти постоянно, этот сериал, ну все там, сколько там серий давали там в день, я посмотрел, думаю, боже, у этих людей столько проблем, это был первый американский вот такого, ну такого уровня сериал, который я посмотрела почти весь, ну вот кусок, который шел, думаю, у этих людей проблем, даже каждую минуту, когда проблема происходила у них, этот район Мелроуз постоянно, постоянно движутся, такой движняк был страшный, говорю, боже, моему этот чувак вообще с подолой, это вообще не что, с этими людьми, и мне реально, и мне, не такие крутые, мне стало так легко, для меня просто была, эта терапия была очень мощная, но я так посмотрела какое-то время, и все, то есть я сделала нормально там свою компанию, А чему вас научил этот урок, вообще эта ситуация, история эта в жизни? Какие выводы вы сделали? Вывод самое простое, ну то есть не надо сильно полагаться на кого-то, да, если, ну так ты очень сильно возлагаешь но очень много ожиданий на кого-то, то есть делегируешь всего себя, допустим, на кого-то, причем у тебя не остается какой-то зоны ответственности, это очень страшно, нужно этим бизнесом не заниматься, я поняла, что я буду заниматься этим бизнесом, я сама могу открывать двери, или допустим, и я тоже могу открывать двери, или еще кто-то будет открывать двери, но что все-таки это был какой-то здоровый баланс, то есть не надо сильно перекладывать все на кого-то, потому что потом может быть очень больно, что в мире сегодня очень важно, допустим, кто-то есть, какая у тебя специализация и профессионализм, и у тебя этого нет, он точно секретую часть этим бизнесом заниматься, толку не будет никакого, ну или это может, это может получиться, конечно, может, но скорее всего это щивата проблемами, то есть заниматься тем, где ты сам герой. Вы легко расстаетесь с людьми? Ну, смотря с какими, то есть с людьми, которые тебе дороги, там мы с ними сформировались определенные отношения, конечно, нелегко, конечно, и легко, но это тоже вот урок, который пришел ко мне со временем, то есть нужно не то, что иметь скамейку запасных, да, ну то есть просто нужно всегда иметь возможность, занимаешься бизнесом, контролировать ситуацию максимально, то есть понимать, допустим, что это не вечно, да, что люди растут, там меняются, у них меняются приоритеты, там интересы, плюс сегодня в этом мире, который, ну то есть просто летит с какой-то вообще, ну, бешеной скоростью, это даже может быть коммитмент данный тебе, там, на три года или на пять лет, он может не состояться просто по какой-то очень понятной причине или просто без причины, потому что, ну то есть ситуация поменялась, поэтому к этому нужно тоже быть готовыми и лучше научиться легко расставаться с людьми и находить замену, хотя это не всегда легко, понимаешь, но при этом сэкономить свой какой-то эмоциональный там капитал, потому что он дорогого стоит. Я очень хорошо понимаю, про что я спрашиваю, поэтому, а вам, вам должны деньги на сегодняшний день, кто-то, кто не отдает их, кто не отдает? Нет, нет, этого нету, но в те периоды времени были должники, которые с этими, да, они с этими долгами стоят, нет, я, я во никаких не веду, то есть я, принцип такой, придержит такой принцип, то есть в любом, в любой кооперации, в любом здесь две стороны, правильно, то есть кто-то у тебя взял, кому-то ты дал, да, то есть ответственность на пополам, если ты так дал, что потом тебе не пришло, то это 50-50, понимаешь, или ты строишь позитивные отношения, и, кстати, в моих, в моих случаях были очень много историй, когда без, ну, то есть без жесткого, без жесткого, просто выстраивая нормальные отношения, через какое-то время часть чего-то возвращалась, вот, ну, и все-таки это ответственность там двух сторон, обоюдный риск. Я считаю, что если тебе должны деньги, ты тоже не прав в чем-то, однозначно. А враги есть? Ты же их дал? Ну, о которых я знаю, точно нету, наверняка кто-то есть, но я об этом точно не знаю, потому что, ну, тоже занимаясь тем родом деятельности, которым не занимаюсь, я, то есть, правда, тяжело приобрести себе врагов, ну, таких явных врагов, вот, я не захожу, не ночью территорию, там, не отбираю никого, там, какие-то объекты, да, не отбираю у кого-то бизнес, там, не отжимаю доли, ну, то есть, негатива нет. И вообще, я, в принципе, большой сторонник того, и, наверное, именно поэтому и выбрала этот бизнес. Это очень такой кармичный для меня хороший бизнес. А бизнес, он тоже где-то сродни миссионерскому бизнесу, потому что, когда ты поддерживаешь таланты, которые вообще меняют экосистему мира, это все-таки уже кармический миссионерский бизнес. Поэтому в нем очень тяжело приобрести себе врагов, да, потому что максимум, что может быть, это ты где-то взял большую долю, а кто-то хотел меньшую. За что вас люди могут не любить, как вы думаете? У вас же блокнотик, вы же знаете? Да, ну, слушай, ну, я очень резкий человек, конечно, жесткий. Очень правду матку всегда говорю как есть, без обиняков, ну, естественно, это, наверное, не всем нравится, хотя пытаюсь ее все-таки нести правильно. Но вы типичный лев, вообще жесткий, вот прям жесткий лев? Да, может быть. Ну, вот из-за этого, наверное, и, ну, не всем же нравится там правду услышать. Я, в принципе, всегда говорю вот этот, это. У меня нет такого, что я какого-то там приглашаю, и при всех начинаю там высказывать там правду, которая относится к кому-то отдельно. У меня, в принципе, такой, я всегда работаю индивидуально, ну, так, чтобы это было только между нами. А вы даете человеку второй или третий шанс? Могу. Могу, это неоднократно тоже было. Могу, но ситуация, у меня жестких ситуаций, когда шансы не даются, их не было. Такие были более мягкие. Единственное, что я, конечно, чего я не прощаю, да, это воровство. Вот для меня это очень такой момент очень важный. Есть вещи, которых вы никогда не простите человеку? А я просто, наверное, не буду работать. Для меня просто это очень показательная какая-то вещь, такая, то есть я просто не буду работать. Потому что я знаю эти вещи, я применяю на себя. Да, то есть у меня никогда этого не было. Вот. И мне кажется, когда это уже есть, ну, с этим достаточно тяжело работать. Нужно быть на очень хорошем уровне духовного развития или пройти эту перенастройку для того, чтобы избавиться от этого. Я не исключаю, я верю в том, что с этим можно тоже работать и нужно работать. Вот. Но учитывая то, что мой темп, ну, не позволяя там много времени зацикливаться. Да, 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 зацикливаться. Потом я предпочитаю идти с теми, у кого, в принципе, этого в ДНК нет. То есть я это обнаруживаю, просто, ну, то есть идем другими дорогами. Но это не значит, что я списываю, понимаешь, потенциал то еще. То есть он может с этим поработать наверняка. Окей. Продолжите фразу. Умная женщина – это? Я считаю, вообще разницы между умной женщиной и умным мужчинам нет. Умным мужчинам нет. Умный человек. Да, давай так лучше. Значит, умный человек – это еще, который не имеет хорошее образование, да, а который является образованным по жизни. Ну, то есть, который может пользоваться, ну, то есть правильно использовать то, что есть вокруг, то есть потенциал вообще всех систем, которые вокруг него есть. Имеет правильно это применять. Ценит время людей, ценит людей и имеет какие-то правильные цели, которые очень хорошо сочетаются с его естеством. То есть, для меня это вот человек умный, который может анализировать, адаптировать, применять. Какими качествами должна владеть девушка, чтобы стать таким человеком, как вы? Богатым, успешным в вашем возрасте. Такими качествами человек должен обладать? Человек, да. Да, лучше говорить человек, потому что у меня это больная тема, да. У меня, кстати, никогда проблем не было. Я тоже за равенство, на самом деле. У меня проблем не было с гендерной темой общения, когда, слава богу, вот, ну, тоже. Все же изменится. Еще 50 лет, все станет. Да, я думаю, что мы уже практически у цели. У нас уже в киноакадемии 3-4 по 35 процентов женщин. Да, да, да. У нас в офисе больше 50%. Мужчина спрашивает для девчонок искать, вот, я там смотрю в сторисе, вообще невероятная какая-то вещь просто. Да, количество просто активных девушек, очень много. Вообще, просто во всем баланс хорош. Просто даже, если оценивать экономический эффект от того, если в коллективе работают 50-50, мужчины и женщины, то есть баланс во всем происходит очень хорошо. Нету никаких перекосов. Я слышал интервью с Федером, и я полностью солидарен с тем, что чем больше женщин в компании, тем она успешнее. Я конкретно с этим согласен. И партнеры женщин. Баланс, хотя бы 50-50 должен быть. Да, тогда экономические показатели все правильно двигаются. А мужчины любят активных женщин? Второй вопрос, на первую еще не ответили. Мужчины любят, им нужны и активные женщины? Или это проблема? Я могу сказать, сейчас время очень сильно меняется, очень сильно. То, что я вижу сейчас по своим даже стартапам, то есть все ребята ходят в декретный отпуск. То есть наши стартаперы, те, которые у нас в активном платформе. У кого рождаются дети, они половина наполовину со своей супругой ходят, или с супругой, или с девушкой ходят в декретный отпуск. То есть даже этот момент, скажи нам, 20 лет он знает, что это будет? Да, удивительно, конечно. То есть сейчас все двигается в правильном направлении. Поэтому мы говорим всегда об активном человеке. Активная женщина, активный мужчина. В принципе, все тоже. То есть просто нужно действовать. Ну, то есть как должен действовать современный активный человек? Активно учиться, активно быть способным переучиваться. Потому что сейчас тоже все про это. Там сотни тысяч, сотни миллионов людей будут пострадавшие в ближайшие только десять лет от смены профессии. А то, что профессия просто исчезает вообще, знаешь, как животные. Красная книга, значит, красная книга профессии сейчас будет. То есть они все исчезают. Поэтому просто быть активным, очень быть внимательным к тому, что тебе нравится. Сейчас есть еще много разных тестов, которые работают там и на тинейджеров, и с 16 лет они более показательные, и с 18 еще более показательные, когда понимаешь, к чему у тебя есть предрасположенность. Внимательнее быть к себе и просто двигаться в фарватере своих интересов и своих способностей. Активным быть. Окей, это насчет активности. А все-таки качества такие, как дисциплина, может быть? Это обязательно, конечно. Какие качества должен успешный человек, чтобы добиться успеха? Каким должен быть человек, чтобы в 40-летнем возрасте или в 50-летнем, у него работало 50 тысяч человек, 10 тысяч человек, 5 тысяч человек, чтобы у него была огромная компания. Каким качеством он должен был? Учиться, трудиться и развивать себя. Трудолюбие, правда. не только наших стартаперских, это операционка. То есть умение организовать себя операционно. Если сам не можешь это делать. В первую очередь, я знаю. Даже сам веро, но если ты сам не можешь это сделать, значит, организуй команду так, чтобы у тебя бэк был прикрыт. Это очень важно. Организованным. Ну и найти все-таки какие-то вещи, которые тебя развивают в другом спектре, чем твой бизнес. Так очень важно находить в себе скрытые таланты. И многие тоже этому, к сожалению, удивляет время. Потому что кто-то почему-то там начинает танцевать в каком-то сознательном возрасте. Кто-то там петь. Кто-то заниматься йогой не просто так, а так, что это становится его часть, его естества. А как думаете, люди это борются свои страхи или это просто от активности? Просто появилось больше возможностей. То есть все ускорилось. Процессы какие-то там сократились. То есть операционка опять та же, она уходит от нас. Потому что освобожается много времени там на уборке. Идет специализация глобальная. Люди специализируются на каких-то процессах. И они освобождают у нас время каких-то интересных вещей, что можно было высвободить своего джинна. У кого-то хобби какое-то. Это тоже очень важный момент. То есть иметь что-то другое, в чем ты не реализуешься в бизнесе. Тогда это приводит к какой-то правильной цельности натуры. Правильная цельность этой. Тогда нет этого состояния black matter одиночества. То есть когда у тебя есть масса, которая на тебя давит под названием одиночество. То есть люди одинокими чувствуют, потому что не просто сам они раскрыты и сам они реализованы. В аспекте бизнеса и в аспекте каких-то своих правильных, честных хобби. А вот страх есть у вас? Высота, парашют, бег, плавание. Страх есть у вас? Или вы их забываете? Есть, я не хочу с ними бороться. У меня вот таких страхов каких-то явных. Ты скажу, что-то хочу делать, их нет. Я просто боюсь высоты. Например, на очень высоком балконе, если очень высоко где-то стоять. То есть мне страшновато, но это не очень страшно. Но при этом там я... Ну, мне очень это не страшно, да. Да, как раз Юлия ехали, я показывала, вот вся прыгнула в Рио-де-Жанейро с этой горы, там где смертные, смертные случаи достаточно частые. Я об этом, да, не знала. Это в лицо страха, да. Не знаю почему, но мне жутко захотеть именно вот с этой горы сигануть, понимаешь? Я прыгнула и потом только поняла, что я вообще сожалею об этом. А, сожалеете, да? Ну, потому что было жутко страшно. За что любите нашу страну, Украину? За какие возможности? Я обожаю вообще Украину. У меня очень простое объяснение есть. Ну, во-первых, у нас достаточно такая новая экономика, новая демократия, к которой мы еще хотим прийти. Я говорю про людей, не говорю про правительство наше. Это, ну, то есть это отдельный. А сгород вообще не хочу даже трогать. Вот. За то, что у нас новые деньги. То есть у нас рождается поколение, и сегодня оно есть, перед ним очень много возможностей. Делать свои первые деньги, делать капитал, делать это правильно. Чтобы мне было так же обидно, как мне, когда я там приезжаю выступать на разные интересные Family, Global Family Office, Meetups и так далее, там, то, то, то в разных странах, когда люди не знают, что делать, там, за деньгами, которые теряются там во втором поколении, в третьем, и чем дальше поколение, тем тяжелее и тяжелее сохранить сделанное с твоими прародителями. То есть у нас есть возможность построить все правильно изначально. То есть это новые деньги, это новая энергия. У нас вечером, когда ты идешь на центральных улицах, это достаточно много, ты чувствуешь определенный вайб. Знаешь, чего нету в другие города, там, в том же Цюрихе, в котором я тоже часто бываю, вечером после восьми часов такое ощущение, что снимается фильм ужасов какой-то. Ну, то есть просто никого на улицах нету и так далее. То есть за то, что люди очень с активной жизненной позицией, за то, что возможности, то есть это вот ощущение, то, что возможности НДР, их можно реализовать, оно чувствуется, ну, вот везде и вся, и нету этой косности. То есть есть такой дух перемен, то есть можно менять, очень многие вещи можно менять. И можно быть достаточно комфортным, счастливым там и реализованным даже в каком-то небольшом, небольшом, но значимом бизнесе или какой-то небольшой территории. Вы ходили когда-то к экстрасенсам или к бабкам, или еще к каким-то прочим делам? Конечно, вы что? Ходила, да. В каком возрасте? Несчастная любовь всякая. Да не помню, когда это было. В малом юности, да? Вообще в таком юном возрасте таскали подружки там. Да, конечно, было. Смешно это было, но. Как относитесь к пластической хирургии? Абсолютно нормально. Должно все-таки быть? Да. Если кто-то хочет и может себе позволить, пожалуйста. Ну вот вся Южная Корея – это пластическая хирургия сплошная, ничего плохого в этом нет. Женщина должна кормить грудью ребенка? Я не кормила. Поэтому вот женщина должна кормить, когда она нервничает. У меня был хороший очень мой доктор американский, еще собиралась рожать в Америке, первого ребенка. И когда он понял вообще мой ритм жизни, то есть как я живу, он сказал, что с тем, как ты живешь, у тебя уровень стресса, там перемещения, постоянные поездки – это во вред, а не во здоровье. Поэтому нужно очень хорошо понимать. Это зависит от уровня стресса. Если его нет, это хорошо. Если он есть, то, как в моем случае, это противопоказано. У кого больше невозможность, а кто больше это делает? Кто больше изменяет своей жене – богатый муж или бедный? Я не знаю такую статистику. Как вы думаете? Очень простой ответ. Обычно, наверное, чаще будут себе позволить это те, у кого есть больше денег. Поэтому эти вещи – это расходная часть определенная, в моем понимании. Я очень стою экономическими категориями, то есть расходная часть больше. Поэтому у кого больше денег, не важно, там очень большой дядя или тетя или средний менеджер, у тебя денег больше, чем у того, у кого меньше, но у тебя возможности содержать больше расходов. Наверное, больше. Так вот могу ответить. Как относитесь к однополой любви? Абсолютно нормально. Абсолютно? Абсолютно, конечно. Эта вещь, наверное, ты это не захочешь делать. Я, наверное, тоже нет. У нас другое, видимо, другая сексуальность. Правильно, если у людей есть вот такие потребности, есть такая необходимость или вообще только так они себя видят или по каким-то причинам, то почему абсолютно нормально. Все, я принял. Как вы считаете, почему она появилась в мире? Это любовь однополая? От чего? Это все-таки от изобилия или это от чего-то другого? Разное. Здесь могут быть разные ответы абсолютно. Первое – это многие рождаются с этой ситуацией. То есть это ситуация по тому, что у тебя есть, и ты никуда от этого не можешь по-другому. В этом много есть и фильмов, и написано. То есть не будем на тему трогать. А есть, допустим, те вещи, которые приобретены. То есть сегодня этого больше. Я согласна больше. Потому что у людей больше доступа, скажем, запретным плодам. Допустим, я вспоминаю там свое детство, когда какие-то картинки, там сексуальные картинки. Какое влияние нас оказывала какая-то черно-белая газетка или картинка. То есть был у нас шок, допустим, практически граничит с оргазмом. Легализация, проституция, наркотики и оружие. В Украине как считаете? Здесь вопрос такой. Созрели или нет? Вопрос один, собственно, для всех людей на земле. Он не только для украинцев. Наверное, и для Годураса, и для Украины он один и тот же. В принципе, он одинаковый для всех. То есть когда что-то запрещено, конечно, по факту, его хочется больше. Когда не запрещено, допустим, его хочется меньше. У нас, к сожалению, можно, видимо, достать на Украине все. От наркотиков до огнестрельного оружия. Даже не имея на них разрешения. Я и поэтому спросил. Поэтому вопрос, тонкая грань здесь. То есть по огнестрельному оружию точно нужны ограничения. Точно нужны. Потому что есть момент, помноженный на алкоголь, еще на что-то. И просто присутствие может привести к необратимым последствиям. Что касается наркотиков, здесь нужно разбираться в каждом отдельном случае. Их все равно достают. На них достают деньги. Если их будут доставать нелегально или, допустим, в аптеке, есть разница никакой. То есть нет. Абсолютно. То есть если продавать и контролировать, то здесь я могу сказать, да, огнестрельное оружие тяжелее тема. Но по наркотикам тоже нужно разбираться. Если мы посмотрим алкоголь, сравним, допустим, с той же марихуаной. Алкоголь сильнее. Очень много алкоголя. Страшное оружие это алкоголь. Да. То есть миллиарды, сотни миллиардов потраченные на последствия болезни. Да. Статистику никто не смотрит. Да, да, да. Здесь нет ничего никогда не привезло к летальному исходу. Алкоголь приводит. То есть нужно просто по пунктам сравнить. Да. И почему здесь нет, почему здесь да. Да. То есть вопрос о том, кто рулит миром. Не популярен. Вопрос просто, кто рулит миром, кто на чем делал первые деньги. Да. Очень тяжело. Когда ты продался в рабство. Я говорю про мир, который продался в рабство алкогольным компаниям, табачным и так далее. Которые создают свои институты, которые там создают свои законы. Это вещь, которая тоже изменится. Поэтому, чем больше людей начинают работать на «ты» с интернетом жить, и говорить то, что они анализируют, правильно, то есть полученной информацией, тем быстрее ситуация уйдет на нет. А вы проигрываете? Ну, конечно. В умолсе у меня очень бурное было. Я пробовала какие-то наркотики, но не все, к сожалению. Как остановились? Почему не продолжили? Остановали? Не, мне это не нужно просто. Я пробовала, но мне это не нужно. То есть мне этого не хотелось. Мне это не нужно. То есть меня это не разгоняет так, как меня разгоняет моя эмоциональная там составляющая. Я, наверное, не самый лучший показательный пример, то есть, ну, где можно там остановиться и куда продолжить. У людей очень часто, у людей просто, к сожалению, очень часто не такой сильный контрольный, скажем, фронтал лофт. То есть у меня очень сильная контрольная функция. Это круто это. Это у меня там сбить с толку очень тяжело, то есть как все. Допустим, мы и курили, там всякое было, но… Про проституцию не ответили еще. Легализируем? Ну, это то же самое, это же есть везде. То есть если бы ее легализировали, мне кажется, ничего бы не изменилось. Что там бы платили, что здесь платят. Разницы, в принципе, никакой нету, но здоровью нашего поколения точно было бы лучше. Три качества настоящего мужчины, которые вам нравятся или которые должны быть? О, их очень много. Давайте 5-10 назовем. Давайте такого достойного, достойного мужчины. Не три. Слушай, ну, это человек точно самореализованный. Ну, этим можно все. То есть человек, который самореализованный, самодостаточный и с хорошим чувством юмора. Ну, так вот ограничимся. С очень хорошим чувством юмора. Это признак умного человека. Статистика показывает, что 100% на этот вопрос один ответ – это чувство юмора из трех. Это показатель признак умора. То есть в моем понимании. Чувство юмора. Чувство юмора – это признак умора. То есть люди, которые умеют шутить и не рассказать анекдот, а слепить из говна пули. То есть хорошую шутку просто из ничего. Это крутое качество. Ну, то есть достаточно умного человека. Поэтому… Совет. Совет нашим ребятам, которые на нас подписаны. Девочки, 90% девчонки. Советую. Рекомендацию. Советы не раздаю. Рекомендации. Я большевсторонних самообразования. Поэтому, то есть хотите стать лучше. Google – это миллион возможностей просто сделать бесплатно. Столько всего, чтобы стать просто на порядке выше. Вообще бесконечное множество всего. На что точно не нужно тратить время в своей жизни? На трешах. На какой-то вообще контент, который не стоит того, чтобы смотреть, который тебе не дает ничего, ни во что не конвертируется. Точно. Две минуты смотришь – польза никакой. Значит, сразу нужно уметь себя заставить там слететь. Мне кажется, так же, если не надо, наверное, делать. Так, наверное, во всем. То, что не стоит твоего внимания, ты понимаешь, надо сразу от этого уходить. Потому что потом начинаются разные болезни. Спасибо большое. Спасибо. 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 Редактор субтитров